Мы начинаем с вами вебинар «Картофель-2022. Эффективные решения для сельхозпроизводителей Урала и Сибири». Сегодня с нами на мероприятии будет присутствовать Дмитрий Горобец, руководитель направления СССР по специальным культурам и биопрепаратам. Дмитрий Глазов, наш кандидат биологических наук, технический эксперт по картофелю, Россия. Доброе утро, добрый день, у кого какое время? И я, Половников Сергей, руководитель группы технических экспертов «Регион Сибирь» и «Дальний Восток». Сегодня в течение вебинара мы будем производить розыгрыши. Каждый выступающий задаст свой вопрос и третьему правильно ответившему будет вручен в подарок. Как с нами следоваться, мы все это дело объясним. Дмитрий, хотелось бы передать слово вам, для того, чтобы вы нам обозначили краткий обзор рынка картофеля в текущем году. Коллеги, добрый день еще раз. Позвольте сейчас вам рассказать о том, что же у нас происходит на рынке картофеля, какая ситуация с ценами, площадями. Ну и те последние информации об уборке, об уборочной компании, которая у нас есть. Ну что, начнем, наверное, с самого, наверное, простого, измеримого. Это посевные площади под картофелем. Соответственно, на данном экране вы видите график, который показывает, как посевные, посадочные площади картофеля развивались с 2001 года по 2021. Если говорить о последних данных текущего года, то площадь картофеля составила 276 тысяч гектаров. Видите, это действительно очень небольшая площадь в сравнении с предыдущими годами. И, конечно, мы на следующий год уже, наш прогноз, что площадь значительно увеличится до 310-315 тысяч гектаров и вернется на наши показатели, которые были несколько лет назад. Что же происходит сейчас и что повлияет на возрастание площадей? Конечно, вы видите, те цены по картофелю, которые существуют сейчас, они очень высокие. И эти цены позволяют развиваться, потому что цена на картофель составляет более 20 рублей. Оброшенные нами производители картофеля эксперта все указывают на то, что у них есть желание наращивать площади в следующем году. Кроме этого, мы видим, насколько возрос спрос на картофель для переработки. Сейчас открывается новое производство. Допустим, планируется запускать буквально в ближайшее время завод «Макейн» в Центральной России. Кроме этого, есть большой проект компании «Пепсика» в Новосибирске. И также компания «Белая дача», которая занимается картофелем «Френч Фрайс», буквально через ближайшее время планирует увеличить двукратно объем закупки картофеля, потому что сейчас они открывают вторую линию. Спрос настолько высок, что позволяет наращивать производство очень на такой регулярной основе. Кроме этого, если мы говорим об импорте, то возможности по импорту продукции все-таки ограничены. Даже когда у нас цены пошли сильно очень нарастать, при этом у поставщиков нет площадей, нет картофеля для того, чтобы картофель поставить в Россию. Конечно, всеми силами сейчас Египет, другие страны пытаются нарастить импорт в Россию, но при этом возможности их ограничены. И если говорим о госорганах, то сейчас поступило такое четкое распоряжение со стороны Минсельхоза практически каждому региону у них существуют требования о наращивании площадей картофеля и овощных культур. И параллельно они, конечно, все делают сейчас для того, чтобы запустить программы господдержки картофеля и овощных. Понятно, что они заинтересованы в том, чтобы эти картофели и овощи были доступны для населения. Поэтому все делают для того, чтобы увеличить объем производства. Ну и то, что мы видим, то, что снижается объем производства, конечно, в ЛПХ. С каждым годом производить картофель в личных подсобных хозяйствах становится все менее выгодно и легче купить. Все эти факторы влияют на то, чтобы площадь увеличилась. Но при этом есть и ограничивающие факторы. Как бы не хотели производители и вы увеличить площади, в России сейчас существует недостаток качественного посадочного материала. Уже практически все семенные компании, с кем мы разговаривали, довольно давно завершили контрактную кампанию, больше месяца назад. И сейчас у них посадочного материала ноль. Планируются еще поставки из нескольких стран. Сейчас ожидается разрешение Минсельхоза на ввоз. Но это все-таки тот объем, который поможет. Но это не такие огромные объемы, которые позволят действительно наращивать площадь до бесконечности. Конечно, мы видим, что сейчас существует такая ситуация, что цены на минеральное удобрение, на СЗР очень сильно возрастают. Кроме этого, существует и потенциальный дефицит по данным средствам производства. Но я чуть подробнее остановлюсь позже на этом моменте. То, что раньше было возможно картофель выращивать абсолютно в большей части регионов без полива, то сейчас мы дошли до того, что невозможно наращивать площади, так как любое наращивание площадей, это подразумевает заключение контракта, работы с переработчиками или с сетями. Но взамен они всегда требуют полив, всегда требуется ирригация. И сейчас даже люди, производители пытаются нарастить и увеличить ирригацию, но при этом не у всех, конечно, хватает средств и не у всех есть такие возможности. Если мы поговорим об объеме производства, конечно, объем в этом году чуть лучше, чем ожидался. Вообще первоначальные были оценки, что объем производства составит порядка 5,8 миллионов тонн. По последним прогнозам это 6,2, что на 10% ниже объема прошлого года. И мы сразу увидели, да, вот это снижение на 10%, насколько это повлияло на цену. За период с 2001 по 2005 год в целом объем производства увеличился в три раза, но это явно недостаточно для обеспечения нужд страны, которая существует сейчас. Если посмотреть связку урожайности и площадей производства, то мы видим, что, конечно, средняя урожайность картофеля за последние 20 лет увеличилась в 2,5 раза и достигла сейчас 250-260 центнеров в гектарах. По итогам 2021 года мы получили такую среднестатистическую урожайность и в сочетании со снижением площадей до 270 тысяч гектаров, конечно, в итоге это дало нам этот урожай, недостаточный для обеспечения нужд страны. Вы знаете, к этому слайду мы не стали писать никаких комментариев, потому что, понятно, это среднеоптовые цены на картофель. Сейчас на конец ноября они составляют почти 23 рубля, и вы можете видеть, что за прошедшие 5-6 лет такой цены не было еще ни разу. То есть отдельный 2020 год уже был очень выгоден, да, цена была очень хорошая, но та, какая цена сейчас, такого за последние годы не встречалось. И, как я и обещал, хотел бы чуть подробнее остановиться на ключевых причинах роста цен на СЗР. Если мы посмотрим на рост стоимости контейнерных перевозок, то за прошедшие за этот год, в течение года, стоимость контейнерных перевозок возросла в 5-7 раз. Соответственно, большая часть действующих веществ, она перевозится морем, и это сразу очень резко повлияло на стоимость всех составляющих действующих веществ. Конечно, эта выросшая стоимость перевозки неизбежно закладывается в цену готовой продукции, и сейчас мы наблюдаем возросшую цену как на действующие вещества, так и на готовые средства защиты растений по всему миру. Кроме этого, вы сами наблюдаете за тем, насколько возрастает стоимость на энергоносители, на нефть, на газ. Зачастую эти энергоносители являются источниками для производства компонентов, которые в дальнейшем используются для производства средств защиты растений. В частности, дешевые дженерики в своем производстве используют органические растворители. Их цена выросла на 10-15% вслед за ростом цен на нефтепродукты. И это, таким образом, сразу же напрямую влияет на рост цены на эти дешевые дженерики. То глобальное событие, которое влияет в целом на изменение рост на СССР, это, конечно, энергокризис, существующий в Китае. Правительство Китая приняло пятилетний план, цель которого сокращение потребления энергии на 3% ежегодно. И уже в связи с этим, уже сейчас промышленность столкнулась с таким жестким регулированием. Даже большая часть заводов работает по графику 2 через 2 часа. И самое главное в этом, что производство средств защиты растений – такая сложная система, когда одновременно изготавливается большое количество компонентов. После этого они собираются в одном месте на заводе. И если из этой цепочки впадает один из компонентов по причине остановки или приостановки завода, начинает рваться в целом вся цепь производства. И это сразу же негативно отражается и на объемах, и на ценах продукции. И, по мнению аналитиков, такая проблема с нехваткой электроэнергии продлится минимум до 2023 года. То есть у нас 2022 год – зона турбулентности, в течение которой постоянно будут происходить такие сложности с поставкой действующих веществ. Конечно, крупные компании, которые работают на многолетней основе, они заключают долгосрочные контракты с самыми крупными заводами, которые менее подвержены влиянию со стороны регулирующих органов. Больше всего это касается дженериковых компаний, которые работают на спотовом рынке и действующие вещества закупают в тот момент, когда им это необходимо только для производства. Они не заключают долгосрочные контракты. Но, тем не менее, в целом, даже с учетом того, что больше всему влиянию и риску подвергается именно дженериковой компании, эта ситуация оказывает влияние в целом на рынок всех средств защиты растений, R&D-компаний и дженериковых компаний. И мы можем видеть, что уже сейчас происходит изменение цен. И, скорее всего, что много есть параметров изменения курса доллара по отношению к рублю и еще ряд параметров. Но, тем не менее, мы ожидаем то, что при таком же развитии ситуации уже в январе могут быть очередные пересмотры цены всеми производителями СССР на фоне того дефицита действующих веществ, препаратов, которые сейчас мы наблюдаем во всем мире. Ну что, коллеги, еще хотелось бы добавить, конечно, вот такую сделали визуализацию. Наверное, вы слышали о той программе Цербер, которая вводится в ближайшее время. Мы уже привыкли к тому, что, покупая, например, алкогольную продукцию, мы много раз, снимая даже трехкод, проверяют, отмечая в единой государственной системе место производства этой продукции. И государство сейчас отслеживает весь путь производства алкогольной продукции от виноградника до продажи конечному потребителю в магазине. Сейчас такую же систему государство пытается внедрить и с точки зрения прослеживания оборота СССР. Уже в октябре 2021 года идет активное внедрение этой системы. И в ближайшее время мы столкнемся с тем, что государство будет полностью контролировать перемещение всех СССР от завода до потребителя. И кроме этого, конечно, контролироваться будут в первую очередь те препараты, которые не зарегистрированы для применения на определенных культурах. Это также все влияет на... С одной стороны, происходит очищение рынка. С рынка уйдут, опять же, дженериковые компании, небольшие, которые полуподпольные, контрафактные. То есть, с одной стороны, это оздоровление рынка. С другой стороны, это также влияет на то, что сама ситуация с регистрацией, с передвижением СССР будет требовать определенных дополнительных усилий и дополнительных вложений со стороны производителей. Вот мы кратко рассказали о ситуации на рынке, о том, что сейчас происходит, в частности, на рынке СССР. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте в чате. Сергей. Дмитрий, спасибо большое за обзор рынка. На самом деле, у нас есть вопрос, который многим интересен, и хотелось бы уточнить. Есть ли у тебя данные по импорту картофеля за 2021 год? Что у нас там происходит? Да, такие данные сейчас есть. Конечно, эти данные поступают с определенной задержкой, потому что с момента, пока картофель импортный поступил, и стали доступны эти данные Федеральной таможенной службы, проходит определенный период. Но я могу сказать, что если взять сентябрь, в сентябре картофеля было поставлено больше в 10 раз, чем в сентябре прошлого года. Не пугайтесь этих цифр. На самом деле, объем общей поставки картофеля в сентябре всего лишь 10 тысяч тонн в сравнении с 1000 тонн в прошлом году. То есть в прошлом году мы не завозили ничего, в этом году потихоньку завозим. Если взять общий объем на сентябрь месяц, то в этом году завезено картофеля больше на 73% по сравнению с таким же периодом прошлого года. На 73%. Но в целом, в общем объеме производства, если, как я вам сказал, мы в этом году произвели чуть больше 6 миллионов тонн, традиционно мы импортировали порядка 500 тысяч тонн. То есть мы можем ожидать, что уже в этом году, если смотреть на эту динамику, то объем поставки общего картофеля будет до миллиона тонн. логично, да, если нам надо в целом 7,5-8 миллионов, мы произвели 6,2, но минимум миллиона не хватает для того, чтобы восполнить все наши потребности внутри страны. Сергей, я ответил на твой вопрос? Да, Дмитрий, спасибо большое. Вопросов на текущий момент в чате не вижу, касается твоей темы, поэтому я предлагаю тебе задать вопрос для разыгрыша кристов. Коллеги, хорошо. Я надеюсь, вы очень внимательно слушали мою презентацию. Подскажите, пожалуйста, насколько выросла урожайность за последние 20 лет в стране? На самом деле, да, Дмитрий, эта тема очень интересная. Я думаю, что ты сегодня хорошую диаграмму урожайности показал, клиенты это все увидели, то есть как бы и сами производители, мне кажется, те, кто занимается достаточно долгий период времени, они сами на себе прочувствовали, что уровень урожайности, он в последнее время, то есть как бы с 2000-х годов, на самом деле достаточно высокими темпами, я бы сказал, растет, вне зависимости от тех катаклизм, которые в последние года нам преподносит природа. Поэтому... Поэтому... Коллеги, прошу писать ответ, на мой вопрос в чате. Да, и как я сегодня с утра сказал, то есть третий правильно ответивший зритель получит памятные призы от компании Сингента. Поэтому мы ждем ваших ответов для того, чтобы объявить победителя. Кто же у нас сегодня самый внимательный, а может быть кто-то по своему опыту может ответить, потому что уже возделать больше 20 лет, и может нам также поделиться своим мнением, насколько он считает выросла как раз-таки урожайность картофеля. Поэтому мы на текущий момент ждем ваши ответы и, соответственно, будем продолжать дальше. Спасибо, Ахилл, за внимание. Дмитрий, на текущий момент, коллеги, я вижу ваших ответов, чтобы объявить победителя, кто сегодня был внимательнее. На самом деле, помимо того, что получить вырожайность, нам необходимо еще и получать качество. У нас есть ответ, правильно ответил у нас Сергей Быстрых. Не знаю, правильно или неправильно произвел. Да, ответы всех абсолютно правильные. Да, то есть третий победитель, который у нас пришел, это был Сергей Быстрых. То есть чуть дальше мы с вами свяжемся. Вернее, вы с нами свяжетесь, мы подскажем, как это будет выглядеть. Хотелось бы Дмитрию сказать спасибо большое за обзор рынка и далее передать слово Стеглазовой Светлане. У нее достаточно интересная тема. Это новинка 2022 сезона. Продукт под кодовым названием Vibrant 100. Хотелось бы, Стану попросить, чтобы она нам рассказала, что это за продукт, как его применять и, соответственно, те преимущества, которые он может дать вам непосредственно для выращивания вашего картофеля. Спасибо большое, Сереж. Все, беру слово в свои руки. Вот, Сереж так очень хорошо представил продукт, уже прям не хочется вас разочаровывать. Но это не секретно, это уже официальное название. Продукт действительно называется Vibrant Stop, и он действительно открывает нам новые горизонты в плане получения качественного картофеля. А уже неоднократно было упомянуто, что именно качественный картофель сейчас более востребован. То есть даже, в общем-то, многие производители немножко придерживают объемы картофеля, что связано с ценой, потому что на качественный картофель спрос растет, и понятно, что скоро новогодние праздники, наши клиенты и ваши клиенты будут затариваться картофелем по максимуму, и вот тогда выброс на рынок очередной партии качественного картофеля поможет вам немножко поправить свое материальное положение. Ну а наша задача – помочь вам выращивать этот качественный картофель. Охватить всю программу защиты сложно, но вот новинка, которая у нас появилась в этом сезоне, очень достойная и очень интересная с точки зрения производителя картофеля, мы вам сейчас ее представим. Итак, препарат действительно называется Vibrant Stop, и первая его и главная цель – это борьба с резоктаниозом. Каждый производитель картофеля наверняка сталкивался с этой болезнью. В начале вегетации – это отмирание ростков, особенно при посадке в холодную сырую почву. В середине вегетации – поражение корней и столонов, и, соответственно, снижение урожайности, снижение продуктивности нашей культуры. Ну и в конце вегетации – это проявление резоктаниоза на клубнях. Самое безобидное из них – это черные склерозы, которые все знают, как выглядят. А вот такие вот сильные растрескивания при слабой обработке или ее отсутствии – это уже, к сожалению, потеря качества и то, что картофель, скорее всего, пойдет в отходы. Поэтому болезнь остается вредоносной. Регулярно появляются новинки на этом рынке, но пока полностью болезнь победить невозможно. Почему? Мы сейчас поговорим об этом чуть позже. Портфель препаратов компании «Сингента» прирос новым препаратом, то есть ничего у нас пока не пропало, ничего никуда не ушло, вот, зато появился новый продукт. Заметьте, у нас продукты подразделяются на два основных класса. То есть это протравитель и это препарат для почвы, то есть два фунгицида для почвы, квадрис и юниформ, который, я думаю, вы прекрасно знаете, и три препарата для обработки клубней. «Максим», «Селестоп», который сейчас один из наиболее распространенных препаратов, и «Вайбранстоп». У каждого из них свой спектр, своя длительность действия и, соответственно, свои возможности в борьбе как с резоктаниозом, так и в повышении иммунитета и улучшении качества урожая. Что такое «Вайбранстоп»? Ну, вот такая красивая картинка. У нас уже брошюра доступна и в электронном виде, и в печатном виде. И, в общем-то, она отражает то, к чему стремится каждый производитель. Шикарный урожай под каждым хустом 5 килограммов картофеля, отборного, качественного. Ну, 5 килограммов не обещаем. В нем зависит от сорта, не наша вина. Так, в идеале, может, и 5 было бы. Но, тем не менее, качественный урожай препарат обеспечивает. Давайте познакомимся с ним поближе. На первый взгляд, по действующим веществам мы, как бы, вроде смотрим, да, ой, селестоп, похож. Есть несколько отличий. Во-первых, вместо дифеноконазола в препарате присутствует новая молекула. Новое изобретение – это не переделанная старая, а действительно вновь созданная молекула под названием седоксан. Мы с ней познакомимся чуть подробнее. Во-вторых, не одна дозировка заявлена, а вилка в дозировке. То есть, что это дает для производителя? Возможность выбирать картофель в зависимости от качества вашего семенного материала. Возможность повышать, законно, заметьте, потому что Дмитрий Процербер сказал, законно увеличивать дозировку, если вдруг от препарата требуются какие-то более сильные возможности, контроль более широкого спектра патогенов. Это обработка клубней до посадки или внесение на сажалки при посадке, но с обязательным контролем качества нанесения, чтобы поверхность покрытия была не менее 80% и, соответственно, чтобы препарат полностью закрывал клубень и желательно дно и стенки борозды. Ну, теперь давайте чуть поподробнее. Итак, Vibrance – это программер для урожая. Это такой программист, который позволяет вам нивелировать риски, возникающие при неблагоприятных каких-то факторах во время посадки, при наличии большого количества инфекций, для контроля патогенов почвенных и наземных. И вот три элемента, каждый из них вносит свой вклад в этот конечный шикарный результат. Но для начала, прежде чем перейти к описанию Vibrance, давайте поговорим, что мы знаем о резоктаниозе. Картинки мы видели, на клубнях мы его видим, на столонах видим. А что из себя представляет эта болезнь? Резоктаниоз – это гриб, относящийся к классу базидиумицетов, то есть совершенных грибов, и распространен он повсеместно. То есть, если как бы считается, что резоктаниоз – это болезнь посадки в холодную непрогретую почву, то, например, наши производители картофеля в южных регионах, в Краснодарском крае, в Астраханской области, поверьте, с этой болезнью сталкиваются так же часто, как и производители Сибири, Дальнего Востока и Урала. Резоктаниоз – это патоген, который распространен на многих культурах. У него имеется несколько видов, то есть это и резоктония сириалс и так далее, но один из самых распространенных – это именно резоктония соляня. Вроде бы резоктония картофельная, посленная, но при этом этот патоген может поражать различные культуры. И капусту, и огурец, и некоторые виды зерновых и так далее. Поэтому одним из средств борьбы является севооборот, но полностью исключить резоктаниоз из почвы севооборот, к сожалению, вряд ли сможет, поскольку он может паразитировать и на других культурах. На картофеле патоген вредоносен, в общем-то, пожалуй, больше, чем на других культурах. То есть если зерновые даже при ослабленной корневой системе вырастут, то растение картофеля от резоктаниоза может погибнуть полностью. Например, при посадке в холодную непрогретую почву, когда идет поражение ростков, ростки отмирают, и наш клубень, ну, он может три раза выбрасывать эти стебли продуктивные, но если с трех раз не получилось, то, извините, клубень может просто элементарно сгнить в почве, не дав нормальных ростков. Что еще известно? Вот я вам сказала, что это один патоген резоктония соляня, но внутри патогена существует так называемая анастомозная группа. То есть как бы подштаммы, которые различаются по своим молекулярным и некоторым другим характеристикам, но которые определить там обычным методом, то есть высевом на чашку, практически невозможно. Для этого нужно использование молекулярных методов. Культурные растения поражают штаммы в основном пяти групп. То есть они так называются АГ3, там 4, 5 и 9. На картофеле самое распространенное – это анастомозная группа 3. Чем она характерна? Ну, во-первых, действительно, ее основным источником питания является картофель, но оно может паразитировать и на других растениях. Но при этом для подавления патогенов этой группы нужно самое большое количество фунгицидов. Поэтому почему вот все в оборот, что после, если недостаточно бороться с патогеном, да, после картофеля зерновые могут пострадать очень сильно от резоктонии, а вот после зерновых, резоктония саланина, зерновых достаточно ослабленная, картофель может расти нормально, и зерновые считаются хорошим предшественником севооборотов. Потому что вот здесь вот взят некий тестовый препарат, эталон в защите от резоктониоза и различными его дозировками, которые подавляют тот или иную анастомозную группу резоктонии. И вот посмотрите, для резоктонии группы 1 достаточно очень небольшого количества препарата, чтобы подавить, больше нужно для второй группы, а для третьей группы нужна самая максимальная дозировка. Поэтому пытаясь снизить количество препарата ниже там минимально зарегистрированного, пытаясь там работать какими-то препаратами, которые предназначены для зерновых, мы, к сожалению, картофельную резоктонию не уберем. Поэтому для картофеля создаются новые молекулы или адаптируются, которые являются более эффективными по борьбе с данным патогеном. Ну и чем, собственно говоря, вот эта вот молекула седоксана отличается от других молекул? Седоксан. Молекула SDHI, изобретенная специально для почвенного применения, компании Сингента и применяемая на различных культурах, но только для применения почвы, то есть для защиты семян. На рынке существуют другие молекулы из класса SDHI. Это, собственно, ингибиторы субцинатной гидрогеназы, то есть они просто подавляют дыхание в клетке патогена. Но они, скажем так, специалисты широкого профиля. То есть есть одна известная молекула, которая применяется и для картофеля, и в садах по вегетации, и на овощных культурах по вегетации. То есть специалист широкого профиля не может быть узконаправленным специалистом по одной конкретной болезни. В этом плане седоксан конкретно на картофеле борется с резактой. Второй момент. Тоже не все ДВ обладают этим свойством, некоторые обладают, но усиление физиологических процессов в растении – это хорошее свойство для препарата. То есть когда препарат помимо фунгицидных свойств обладает еще чем-то, это очень хороший препарат. Для примера, там могу привести аналоги, что у нас в компании сейчас идет разработка, вернее, уже испытание нематицида, который предназначен для борьбы с нематодой, но при этом это отличный фунгицид против узаревых грибов. Вот точно так же седоксан умеет не только бороться с резактонией, но и увеличивать интенсивность роста корневой системы. Ну, теперь поговорим о спектре болезней, которую седоксан контролирует. То есть это проверка на живых растениях, инвива. И как мы видим, на резактонию соляне воздействие по категории «отлично». То есть то, что и требовалось доказать. Нам нужен препарат, который работает очень хорошо по резактонии соляне. Помимо фунгицидных свойств препараты должны быть еще хорошие физико-химические свойства. То есть он должен сочетать в себе устойчивость к вымыванию с оптимальным задержкой в зоне внесения и перераспределения в почве. Ну, вот простой пример приведу. Да, бывают препараты, которые вносятся, например, при посадке, и при этом стоит очень сухая, очень жаркая погода. Ну, не жаркая, а сухая погода. Препарат остается в зоне внесения, потому что для того, чтобы распространяться, ему нужна почвенная влага. Если влаги нет, препарат лежит в этом месте. И есть ситуация наоборот, когда при посадке стоит очень сырая погода. То есть, ну, бывает такое, что посадку отложить нельзя, сажаем в жидкую грязь. И, к сожалению, некоторые препараты, как и удобрения, имеют свойство вымываться в более глубокие слои почвы и, соответственно, терять эффективность. В этом плане седоксан сочетает очень хорошую устойчивость к вымыванию с очень хорошей способностью перераспределяться в почве. Так что, что при минимальном количестве осадков, так и при большом количестве осадков, препарат как остается в зоне внесения, так и перераспределяется, но не вымывается в нижние слои. Это эффективно и на песчаных почвах, которые склонны к вымыванию, и на тяжелых почвах, то есть с высоким содержанием гумуса, органики, на которые склонна наоборот, абсорбция препарата в зоне внесения и отсутствие его перераспределения в почве. То есть в данном случае препарат представляет собой золотую середину. Более того, седоксан по своей сути является локально-системным ДВ. То есть оно не только задерживается в почве, защищая корки, но и частично впитывается корнями растений, защищая первичные проростки. То есть по подвижности в растении он стоит где-то посередине между абсолютно неподвижным флодиоксанилом или ТМТД и идеально очень суперподвижным киометоксамом или мифеноксамом, которые с одной стороны очень подвижны, но с другой стороны очень легко вымываются. Это тоже обеспечивает препарату хорошую эффективность по сравнению с другими. Теперь, собственно говоря, действия на резоктониоз. Я вам сказала, что есть много препаратов на рынке. Здесь, конечно, не все приведены, которые предназначены для защиты от резоктониоза, но ни у одного препарата не обозначено даже самими производителями 100% действия. То есть максимум, на что они могут рассчитывать, это 80% эффективности по резоктонии. Почему? Именно потому, что это препараты широкого профиля. Поскольку седоксан создавался именно для борьбы с почвенными патогенами, то у него эффективность против почвенных патогенов, в частности резоктонии, составляет 100%. Вы видите, что на этом графике есть еще почвенные патогены. Именно по ним он работает на 100%. А, соответственно, надежность и эффективность его действия будет гораздо выше, чем у препаратов, которые вроде как бы еще и по поверхности применять можно. Ну, теперь перейдем, собственно, от молекулы седоксана, которую я вам рассказала, какая она совершенная и изумительная, к тому, что препарат – это не один компонент. В данном случае трехкомпонентный препарат – это сочетание, когда три действующих вещества дополняют и усиливают друг друга. Ну, например, тиаметоксан. Всем известный инсектицид, который присутствует во многих препаратах. Но помимо того, что он сдерживает развитие как почвенных, так и наземных вредителей, он обладает вигроэффектом. Это описано в таких препаратах, как Круйзер, как Селестоп и так далее. А что такое вигроэффект для растения? Это более ранний старт. А в данном случае мы еще обращаемся к тому, что у нас у Вайбернса заявлена дозировка 0,4-0,7. То есть при повышении дозировки, то есть при использовании более высоких, нежели минимальная дозировка, вы даете также большее количество инсектицида, и, соответственно, вигроэффект усиливается. Не надо превышать рекомендуемую крайнюю дозировку верхнюю. Действие инсектицида, количество тоже не бесконечное. В общем-то, мы проверяли, но где-то 0,6 – это уже крайняя дозировка, но по дозировке 0,7 уже более сильного эффекта мы не увидели. И второй компонент – флодиоксанил. Старый добрый препарат, но при этом не теряющий своей эффективности и оказывающий, ну, поверьте мне, очень хорошее действие на патогены, которые имеются на картофеле и которые не контролируются седоксаном. У седоксана, как я сказал, узкий спектр, резоктаниоз. Флодиоксанил, помимо резоктаниоза, при повышении дозировок, то есть увеличении вот этой нормы, вот заявленной, может контролировать уже и альтернарию, и склеротинию, и различные виды ботатиса. Ну, у нас интересует там конкретно ботатис, и сценария. А если мы будем увеличивать дозировку до 0,6 – 0,7, то в списке появляется антракноз, который является сейчас очень большой проблемой для производителей картофеля. То есть у препарата на самом деле очень широкий спектр действия, но поскольку он всегда регистрируется в минимальных дозировках, то и патогены прописываются для этих минимальных дозировок. При увеличении дозировки спектр патогенов расширяется. А у нас зачастую очень важно проконтролировать не только почвенную, но и семенную инфекцию. Качество семенного материала оставляет желать лучшего. Пока что не все успевают купить импортные семена. Вот, насколько мы слышали от семеноводческих компаний, спрос уже значительно превышает предложение. А свой семенной материал или купленный там у знакомого, у соседа, зачастую может принести вам проблемы, которые были у соседа, но теперь будут и у вас. Именно поэтому контроль инфекции на материнском клубне очень важен. В этом плане флудиоксанил связывается с кожурой и на протяжении достаточно длительного времени сдерживает ту инфекцию, которая была на материнском клубне, не давая ей прорасти в почву и тем самым заразить растение уже нового урожая. Поэтому три компонента это лучше, чем один. Ну и вот обращаясь снова к силе, к развитию корневой системы на картофеле. Сила корней, да, звучит гордо, но что такое корневая система для картофеля? Это не просто то, чем он за землю, за гребень держится, да, и от ветра не улетает. Это основа его питания. Потому что многие макро и микроэлементы у нас даются не только как основное удобрение, но и поддаются подкормки в период вегетации. И чем лучше и развитее будет корневая система, тем выше будет эффективность этих обработок. Вот простой пример. Допустим, кальций на картофеле нужно, необходимо давать два периода. Первый, как основное удобрение, то есть с осенью или с весны под корень, под закладку материнского клубня. Но весь этот кальций уйдет вверх, ботву, он не сможет спуститься вниз. А кальций крайне нужен молодым клубням для формирования более прочной кожуры и для, как ни странно, контроля бактериоза. Чем выше содержание кальция в клубнях, тем лучше растение сдерживает бактериоза. Поэтому как нам нужно внести кальций? Так, чтобы он попал к молодым клубням. То есть на поверхность гребня, либо под полив, либо под дождь, в виде кальциевого селитрикальбита, кальция и других водорастворимых форм. И так, чтобы он впитался молодыми корнями и пошел сюда. Если у нас корневая система повреждена резактониозом и не развита, ее нет в этой зоне. И кальций вот сюда никак не попадет. Его могут впитывать только молодые корни. Если у нас корневая система вот такая, развитая, если молодые корни находятся вот в этой зоне, это буквально там 3-4 сантиметра до поверхности почвы, они усвоят и воду лучше, и питание. И, соответственно, клубни у нас получат все, что мы можем дать в период вегетации. Вот поверьте, в этом году это было как никогда актуально, потому что во многих регионах была очень сильная засуха, и некорневые подкормки были спасением для картофеля, данные вместе с поливом. Они улучшали состояние растений и, соответственно, помогали формироваться более качественному урожаю. Ну, а теперь вопрос к дозировкам. Вот эта вот табличка, на самом деле, алгоритм действия. Как правильно выбрать дозировку вайбранстоп, исходя из ваших данных? То есть мы не просто так пальцем тыкаем, да, и говорим, вот я буду 0,4 использовать, другой-то я 0,5. Нет. Первое, на что нужно обращать внимание, качество семенного материала. Вот здесь прописано, слабо пораженные или здоровые семена, средне пораженные, причем не только резоктонии, но и другими болезнями, и сильно пораженные семена, что, к сожалению, у нас нередко. И, соответственно, на пересечении стоят сочетания количества резоктоний и полевых условий. То есть хороший севооборот, подчищенное поле, ну, резоктония встречается, севооборот не идеальный, но как-то соблюдается, и либо отсутствие севооборота, либо резоктониоз настолько накопился в почве, что является ежегодной проблемой. Выбирая дозировку на пересечении вот этих двух факторов, вы можете выбрать ту оптимальную дозировку уже со страховкой, да, с подстраховкой от чего-то неугаданного, которая будет работать именно с вашим семенным материалом на ваших полях. Здесь вот краек с нами линиями обозначены те случаи, когда, ну, лучше картофель не высаживать. То есть если семена у вас, кроме грибных болезней, поражены еще и бактериальными болезнями, это некачественный семенной материал. Если вы не знаете историю поля, то заходить с минимальными дозировками точно нельзя, а лучше проверить почву. Поэтому пользуйтесь этим алгоритмом, применяйте препарат, и я думаю, что это будет то значение, которое поможет вам выращивать качественный картофель. Ну, поскольку, чтобы нивелировать ошибки, которые возникают при пересчете на тонну, потому что, к сожалению, просто умножить количество препарата на количество тонн, которые вы высаживаете, это неправильно. Мы высаживаем на единицу площади, когда мы говорим о обработке на сажалке. И, соответственно, расчет препарата должен ввестись не из там ножа, потому что на один гектар вы можете высадить и 4 тонны, и 2 тонны, и 6 тонн. Вот. А площадь-то от этого не меняется, и, соответственно, количество внесенной жидкости рабочего раствора не меняется. Поэтому мы пересчитали количество препарата на площадь, и, соответственно, исходя из того, какую дозировку вы хотите использовать, вы можете выбрать тот или иной объем препарата, который будете вносить при посадке. Между ними промежуточное значение допускается. И опять обращаю ваше внимание, соблюдайте, пожалуйста, качество внесения. Проверьте, работают ли форсунки, нормально ли они брызгают, захватывая клубень и дной стенки борозды. И, соответственно, от этого будет зависеть качество обработки и эффективность препарата. Ну и подытоживая сказанное, Vibrant Stop нам нравится. Я думаю, что вам тоже понравится этот продукт, поскольку он отвечает требованиям, которые предъявляет производитель картофеля к препарату, не только к качеству продукта, но и к препарату. Это готовая смесь, то есть не нужно мучиться с баковыми смесями, подбирая элемент подешевле и так далее. Поверьте, составление баковой смеси это лотерея. В один момент все может либо выпасть в осадок, либо смесь будет неэффективной, либо, ну, это может представлять элементарную опасность для оператора. Диапазон дозировок расширенный и позволяет выбрать тот уровень, который нужен именно вам для конкретного поля, для конкретного семенного материала. Защита обеспечивается более длительное. Соответственно, как от насекомых-вредителей до 60 дней, так и от болезней. При увеличении дозировки мы контролируем не только резоктаниоз, но и те болезни, которые были на материнском клубе. Ну и формирование более развитой корневой системы плюс вигр эффект. Это высокий качественный урожай в любых условиях. Мы сейчас сегодня не успеваем просто привести вам результаты опытов, но, поверьте, препарат у нас прошел испытание от Астраханской области до Сибири, северные регионы. В Беларуси, он называется, правда, там Vibrance Max, это сейчас препарат выходит на первое место по рейтингу, то есть белорусские производители очень довольны, они получают тот результат, которого добивались. Я думаю, что чем мы хуже. Мы тоже сможем получать тот результат, который хотим. Ну а теперь вопросы. Коллеги, да, вы ссылаете ваши вопросы в чат. Светлана, есть такой один вопрос, возможно, ты сегодня это не озвучила, то есть как бы мне кажется, клиентов заинтересует, куда же все-таки мы применяем Vibrance получается топ, а куда мы применяем продукт Uniform, потому что многие Uniform тоже используют, и это хороший продукт. Куда применять Vibrance топ на семена либо на производственный, и куда применять Uniform. То есть вот такой вот небольшой обзор могла бы сказать? Могла бы, скажу. На самом деле, такой вопрос действительно возникает на каждом семинаре или на каждом вебинаре, когда мы говорим про Vibrance, потому что продукт Uniform никуда не уходит. Производителю могу сказать, вы можете выбирать тот препарат, который вам нравится и устраивает вас по качеству, что для семенного, так и для продовольственного картофеля. Но у каждого из этих препаратов есть свои преимущества. Ну, например, если мы говорим о Uniform, который, в принципе, зарекомендовал себя очень хорошо и многими производителями выбран как основа защиты, то для семенного картофеля я считаю его лучшим решением. По той простой причине, что у Uniform это фактически единственный препарат, который способен контролировать фитофторосы материнских клубней. Это важно, потому что сажая зараженный материнский клубень, зараженный фитофторозом, мы создаем на поле источники инфекции. И продавая, допустим, семена кому-то из коллег, зараженные фитофторозом, мы разносим эту инфекцию по стране. Поэтому в этом случае, если есть опасность заражения фитофторозом, если есть опасность развития питюма, а он, к сожалению, не редкость у нас в стране, я все-таки рекомендую выбирать Uniform. То же самое по качеству формирования кожуры и выровненности клубни Uniform пока не превзойдет. Vibrance дает возможность выбора широкого диапазона дозировок, и я его рекомендую в те места, где резоктония является основной проблемой. Поверьте, там, где иногда даже Uniform не справляется, Vibrance справится. Единственное, ну, дозировки лучше брать, конечно, не минимальные. Вот, поэтому четко семенной картофель все-таки рекомендация Uniform. Картофель, где нужно высокое качество кожуры, рекомендации Uniform. Vibrance подойдет, в принципе, всем, вот, но по фитофторозу он не работает. Для примера могу сказать, у нас Ростовская область, где достаточно большое количество картофеля выращивается, и в том числе на чипсы, очень много чипсового производства. Uniform является основным препаратом, и они не собираются его менять, потому что, помимо этого, у них есть проблемы с антракнозом, причем с почвенным антракнозом, не с семенным, и у них есть проблема с подгрызающей совкой, а к Uniform можно добавить любой инсектицид, он его не содержит, они выбирают, например, валиамфлекси, и для них это оптимальное решение. Они считают, что он себя полностью окупает, это смесь. Я думаю, производителям Сибири валиамфлекси понравится. Спасибо, Астелан. Есть еще один вопрос, вернее, еще есть два вопроса. Первый вопрос, зрители спрашивают, есть ли данный препарат уже в наличии и хватит ли всем? В наличии пока нет, препарат, как вы сказали, в логистике, вот, хватит всем. Вот это мы точно гарантируем. И еще один вопрос. Отличается от Селестоп, да, вижу вопрос, Сереж. Я, в принципе, старалась очень объяснить, чем отличается от Селестоп. Тем, что молекула дифиноконазола, которая была в Селестопе, заменена на молекулу сидоксана, которая является более совершенной и более сильной в защите от резоктаниоза. То есть, в принципе, можно было, конечно, дифиноконазол оставить, но он в этом случае особой роли не играл, поскольку по резоктаниозу у него действие среднее, а у сидоксана отличное. Ну и препарат бы стоил раза в два дороже. Светлана, спасибо за ответ. Я предлагаю тогда тебе задать вопрос зрителям, тот, который ты подготовила. Так, хорошо, я думаю, вы внимательно слушали. Скажите, пожалуйста, резоктония, штаммы, какой из анастомозных групп являются самыми сильными и самыми опасными для картофеля? Третий ответивший получит приз. Интересный вопрос, на самом деле, сегодня ты его озвучила. Я прям несколько раз прям на этом остановила внимание, я думаю, все запомнили. Потому что, на самом деле, как бы это резоктония, эти штаммы, это такая вещь, которую, мне кажется, нужно знать и понимать. пока пишут вопрос, есть еще ответы, есть еще один вопрос, есть ли какие-то нюансы при внесении Vibram Stop, связанные с водой. Пока мы таких нюансов не отметили. Единственное, ну, это, в принципе, относится к любому препарату, нельзя использовать слишком жесткую воду, поскольку ионы кальция свободные, которые находятся в жесткой воде, могут осаждать некоторые препараты. Сидоксан, это все-таки, по сути, свое твердое вещество, опасность осаждения имеется, поэтому, пожалуйста, проверяйте жесткость, именно жесткость, не PH воды, перед смешиванием. И второй момент, некоторые препараты, например, у нас Uniform, при смешивании с водой можно использовать и речную воду, там, богатую органикой, с другими, с Максимом, например, этот номер не пройдет, там органика осадит все ДВ. Вот, с Vibrance будет снижение эффективности тепловых, флудиоксанил, по Сидоксану, таких данных пока нет. Светлана, спасибо за более подробный тоже ответ. Коллеги, просьба писать ответы в чат, то есть, мы все еще ждем ваших ответов. А мы очень короткий ответ, да, поэтому пишите в чат. Мы все еще ждем ваших ответов. На текущий момент давайте тогда пока ждем ответов, мы выведем контактное лицо, с кем можно будет связаться для получения, соответственно, подарков. Пожалуйста, посмотрите, вот это наш представитель компании Сингента, вы с ней связываетесь и, соответственно, она уже будет дальше прорабатывать логистику и отправлять те призы, которые, соответственно, вы сегодня выиграли. Коллеги, у нас есть третий правильный ответ. Третий правильный ответ у нас дал Александр Куцик, поздравляем его. Светлан, спасибо большое за твое выступление, за твои вопросы. Вопрос оказался такой достаточно интересный. и теперь хотелось бы подойти к вопросу. Спасибо. И теперь хотелось бы сказать пару слов уже мне, то есть по подходу к системе защиты картофеля в условиях Урала и Сибири. На самом деле наша Россия достаточно большая и наша территория, на которой мы сегодня вещаем, то есть как бы работа компании Сингента это Урал, это Сибирь, это Дальний Восток. На всей этой территории есть несколько направлений, которые производители занимаются. То есть как бы это выращивание продовольственного либо столового картофеля, это выращивание чипсового картофеля, то есть как бы достаточно активно она начала набирать обороты непосредственно как раз таки в Сибири и выращивание именно семенного картофеля. На карте вы видите обозначение зеленым цветом, то есть как бы это те области, где производится производство именно столового картофеля и семенного картофеля. В Сибири выделены те области там, где получается пошло распространение клиентов в этом году попробовали кто-то там 5, кто-то 10, кто-то больше количества гектар именно выращивания картофеля на чипсы. В зависимости от этих технологий есть свои нюансы получается при возделывании и сегодня хотелось бы как раз таки вот эти нюансы озвучить то, что может предложить компания Сингента для реализации именно вот этих технологий выращивания картофеля. То есть первое это продовольственный либо столовый картофель, как мы его привыкли называть. Есть три основных момента при данной технологии. Нам необходимо использовать комплексные эффективные препараты для защиты клубней. Все прекрасно понимают, что у нас есть почвенные вредители, такие как проволочник, которые достаточно сильно снижают товарность и на текущий момент уже покупателям, конечно, потребителю не нужен картофель, у которого есть повышение проволочником. Поэтому здесь в этой технологии нужен именно комплексный эффективный препарат для того, чтобы он защищал от вредителей, чтобы он защищал от, соответственно, заболевания того же элликтониоза, от серебристой парши, к примеру. То есть другой элемент это защита сторонных растений. Все прекрасно понимают, как может снижать урожайность, поэтому этот элемент в любом случае для производственного картофеля очень важен. И профилактические обработки заболеваний. То есть в этом году зона, к примеру, Сибири прекрасно видела, как развивается альтернариоз даже практически в середине вегетации. То есть мы все привыкли его ожидать в конце вегетации, в этом году в середине вегетации альтернариоз достаточно сильно буйствовал как раз таки в Сибири. И в разрезе как раз продовольственного картофеля можно поговорить про продукты компании Сингента. Перед вами выведена схема именно защиты, которая есть у компании Сингента. Вы видите, то есть здесь позиционируем такие комплексные продукты для защиты семян, как Силистоп, как Вайбранстоп. Именно такие гербициды, как боксер, физилат, соответственно, и система фунгицидной защиты. Вот здесь как раз таки в разрезе этого хотелось бы поговорить про систему защиты, потому что продукты для защиты семян мы, в принципе, с вами уже обговорили, то есть каждый уже остановился на том продукте, который им больше подходит, либо это комплексный, либо это специализированный продукт. Вот здесь приведена система максимальной эффективности вроде фитофтороза, альтернолиоза и антракноза. То есть если смотреть систему по фунгицидам, мы видим, что при полных сходах при профилактике мы рекомендуем применять продукт Шерлан. Фазу активного роста это продукт эритомир блок МС, фазу бутонизации активного цветения это новый наш продукт Карио Флэдс и соответственно фазу контакт бутонизации начала увядания это Реву Стоп и фазу созревания это обработка продуктом Шерлан. Почему показываем непосредственно данную систему? Потому что в зависимости от того, как правильно вы построите систему защиты, будет влиять именно ваша способность ваших растений и вашей системы противостоять развитию фитоктороза и альтернолиоза. Далее вот здесь вот приведем пример это пример 2020 года это Красноярский край в условиях 2020 года то есть было тепло было достаточно большое количество влаги и здесь были использованы различные продукты то есть можно посмотреть как работает система то есть хозяйственный вариант был использован две фунгицидные обработки вот на момент когда была сделана эта фотография и на том варианте где было представлено компания Сингет тоже было произведено две фунгицидные обработки разница заключалась в том что неправильно подобраны продукты с учетом условий как раз таки погодных мы видим что манкоцепт действующего вещества контактное достаточно быстро размылось и работая уже вторым фунгицидом мы просто-напросто констатировали наличие фитофтороза и его большое распространение то есть за счет того что сделана ошибка именно в первой обработке не удалось вовремя остановить развитие фитофтороза на варианте защиты Сингентой мы видим что отработали продуктом Шерлан у Шерлана все-таки более мощная скажем так неизмываемость по сравнению с манкоцепом то есть Шерлан в данном случае не допустил прорастания спор гриба и закрепил этот успех и мы видим что на тот момент когда сделана эта фотография то есть вариант защиты Сингента он выглядит более скажем зеленый на нем визуально по крайней мере не видно развитие фитофтороза и если продолжать дальше держать этот опыт до конца августа мы четко понимаем что один неправильно подобранный продукт в системе защиты не позволит собрать максимальный урожай именно столового картофеля поэтому здесь очень важно именно работать в системе и ту систему которую я приводил выше то есть она на наш взгляд является одной самой максимально эффективной борьбе как раз таки с заболеваниями что касается чипсового картофеля то есть это новое направление которое достаточно активно как я уже сказал разбивается в Сибири сегодня Дмитрий нам тоже об этом говорил что наращивают производство переработчики как раз таки картофеля на чипсы картофеля на фри поэтому в Сибири коллеги очень активно взялись за это дело здесь тоже есть несколько нюансов при данной технологии то есть во-первых это нужен качественный препарат для защиты клубы в том числе это защита от почвенных вредителей потому что на чипсах переработчики вообще не допускают повреждения ни проволочника ни сопкой здесь должно быть все чисто здесь должно быть все ровно далее это защита от сорных растений почему то есть многие действующие вещества на самом деле их не так много которые разрешены официально для применения на картофеле вызывают как раз таки угнетающие действия на культуру вызывают получается задержку вегетации вызывает горявость и деформацию клубни и соответственно чипсовые сорта которые выращиваются в Сибири их не так много у нас период вегетации как вы все знаете ограниченный и действия таких получается действующих веществ как метрибузин негативно сказывается на культуру и далее смотрим на профилактическая обработка заболеваний то есть нам нельзя допускать на чипсах никакого произведения фитофтороза в том числе клубневого то есть эти клубни уже сразу не проходят стандарты с контракторами с которыми вы заключены и такой элемент диссекация тоже достаточно необходим потому что диссекация мы тоже можем с вами регулировать соотношение получается сухого вещества и сахаров непосредственно в клубне что касается в линии чипс при производстве чипсовых картофеля хотелось бы обратить внимание все-таки на защиту от сорных растений вот и дальше рассказать уже про нее у нас также в Сингенте есть система визуально то есть вы можете посмотреть что мы рекомендуем какие продукты для выращивания картофеля на чипсе мы видим что здесь уже в качестве защиты семян мы добавляем продукт униформ вот мы немножко увеличиваем систему сингицидных обработок и увеличивается как раз таки доля инсингицидных обработок потому что обредители как я уже сказал вот видите да то есть прямо в плексе при посадочной обработке нам важно не допустить повреждения в том числе и той же совкой если смотреть по сорной растительности то здесь хотелось бы отметить моменты многие сорта неустойчивы к метрибузину многие сорта скажем так более ранние группы они тоже негативно относятся к группе МЦПА что может предложить компания сингента используя три продукта мы можем построить различные варианты системы защиты в тех территориях хозяйства которые расположены в зоне достаточного увлажнения можно использовать продукты до всходовой до всходовой группы то есть есть продукт гизогар есть продукт боксер можно их использовать как смеси можно использовать как соло например тот же гизогар для того чтобы мы с вами избавились от однолетних сорняков от того же горца который селективно многие уже на полях вывели видов горца то есть продукт гизогар будет незаменимый в тех хозяйствах у которых недостаточно увлажнения то есть где мы не можем использовать до всходовой гербициды можно предложить еще два варианта первый вариант это совместно использование продукта боксер с продуктом физиолат форта этот вариант подойдет для тех хозяйств у которых достаточно много злаковых сорняков там где большое засилие простовидных сорняков либо многолетнего сорняков такого сорняков пырей и соответственно для тех хозяйств второй вариант для тех хозяйств у которых нет проблем со злаковым можно использовать смесь продуктов боксер плюс римчульфурон данная смесь у нас отрабатывается уже достаточно большое количество лет и на текущий момент мы выбрали рабочую дозировку которая будет устраивать как раз таки нас очень климатическим условием это в зоне Урала в зоне Сибири то есть можно брать продуктов боксер дозировки 1,7 литров на гектар плюс римчульфора на 30 грамм добавляем в эту смесь прилипатель и отрабатываем два раза если у вас нет почвенного применения то вам необходимо как минимум два раза отработать по сорнам растительности в начале вегетации кто-то будет два раза кто-то один потому что у всех разные на самом деле технологии и подходит большинство технологий которые у нас на текущий момент есть в хозяйство для борьбы с сорной растительностью вот далее можно посмотреть примеры то есть мы проводили опыты в различные годах в различных территориях приведу примеры буквально свежие 20-21 года в 20-м году Свердловская область то есть мы четко видим получается опытную делянку где был контроль как вы можете наблюдать тут не было никакой гербицидной обработки и был вариант где отрабатывался смесь боксера дозировки 1.7 плюс римчельфрон 30 грамм двукратная обработка мы четко видим как данная смесь позволила сохранить поле чистым без каких-либо негативных действий если обратиться более подробно то есть визуально посмотреть что же находилось на этом поле мы можем видеть что здесь находился осот желтый осот розовый здесь находилось достаточно большое количество марий также здесь у нас на этом поле находился такой сорняк как послен черный вот здесь вот вы можете видеть да то есть все знают его биологию что сорняк выходит чуть позже и по первому гербицидную обработку он у нас не попал у нас попал по вторую гербицидную обработку и в дозировке боксера 1.7 соответственно мы видим что данный сорняк у нас находится в угнетенном состоянии он не не получается выходит за пределы габитуса растения картопеля то есть он находится в угнетенном состоянии и не мешает соответственно проводить обработки вот и не конкурирует уже с культурным растением вот далее приведен пример это пример у нас уже Алтайский край 2021 год в хозяйстве было приведено было приведено обработка боксера 1.7 30 грамм и соответственно вы можете посмотреть контроль это при обработке как работает данная смесь по маре белой то есть вы видите какое большое количество на текущий момент в поле и с правой стороны можно посмотреть эффективность работы боксера для чего я показываю вот эти вот слайды для того чтобы сказать вам что боксер он не вызывает угнетения в том числе и на чипсовых сортах которые также неустойчивы к метрибузину это продукт универсальный получается его можно применять как до всхода так и в смеси соответственно с римфульфороном по всходам если нам перейти дальше это у нас будет следующее направление это семенной картофель многие из вас выращивают семена для себя кто-то выращивает семена уже для того чтобы продавать их соседям соседним территориям вообще скажем там в южной территории нашей родины то есть Краснодарский край многие занимаются именно конкретно семеновозом то есть здесь тоже есть свои нюансы которые которые хотелось бы сегодня осветить то есть для выращивания картофельных семена нам здесь необходим очень интенсивный препарат для защиты клубней с возможностью широкого спектра контроля грибов то есть не только результаниоза но и желательно фитофторозы и антрахноза и серебристые парши то есть для того чтобы комплексно уже подойти и максимально эффективно защитить наши с вами новые семена также важна защита от сорных растений потому что в зависимости от нее то есть мы также можем с вами планировать как у нас будет получаться урожай затянет от сорных растений не затянут наше поле защита от переносчиков вирусов и фитоплазм это тоже одно из основных направлений где нам необходимо проводить дефицитные обработки именно при данной технологии проведение фитопрочистых в поле мне кажется это вообще наверное можно было поставить чуть ли не на первое место потому что зачастую все мы выбираем семена чтобы у нас они все были чистые чтобы у нас не было никаких бактериальных клеток картофеля чтобы он не поражался бактериальной гнилью соответственно для того чтобы он не поражался это и профилактика обработки получается рабочих машин это обязательно потому что либо вияли вообще держать свой парк под семеновоз чтобы они занимались только семенным картофелем и но в любом случае при переезде сорта на сорт с репродукцией на репродукцию нужно проводить эти обработки профилактическая обработка от болезни это тоже считается одним из стандартов при возделании именно картофель на семена и десекация как элемент получается возделывание она тоже на самом деле очень необходима что касается системы защиты перед вами приведен пример то есть мы уже здесь можем наблюдать что для семян как уже Светлана сегодня отвечала на вопрос мы в большей степени делаем ставку на продукт униформ за счет его способности контроля развития фитофтороза мы делаем ставку получается на инсутицидные обработки и на хорошие фунгицидные обработки то есть как раз таки на систему фунгицидных обработок что касается как раз таки семян и униформы хотелось бы привести пример почему мы все таки на семена рекомендуем использовать данный продукт я сейчас уже начал говорить про фитофтороз и хотел бы показать данные это данные в НИИФа за 2013 год сорт Редскарли то есть смотрели проводили исследования для чего для того чтобы посмотреть как же униформ сдерживает развитие фитофтороза и мы видим что в 2013 году старт развития фитофтороза на клубнях которые были ничем не обработаны то есть контрольный вариант мы видим что у нас в июне месяце уже идет начало развития фитофтороза и чем дальше получается к августу месяцу тем фитофтороз выходит на планку то есть поражение 100% те клубни получается та девянка которая была применена где был применен препарат униформ дозировки полтора литра мы видим что произошло сдвиг развития фитофтороза практически на 14 дней и дальше мы тоже видим что оно идет эти 14 дней идет практически по всей фигитации и в итоге оно тоже выходит на 100% но это говорит что именно в этот начальный период наши с вами поставки картофеля были чистые от фитофтороза вот эти 2 недели это способность юниформа как раз таки контролировать развитие грибов фитофтороза наши коллеги с московской области в 2017 году пошли дальше и они провели точно такой же опыт но уже скажем не на научных станциях они посредственно в поле это коломенский район многие из вас там были производственная площадка компании Сингенты по овощам и картофелю и соответственно что что сделать наши коллеги они точно так же посадили делянку без обработки то есть контроль и мы видим что на август месяц у нас поражение фитофтороза на данной делянке составило 95% обратите внимание что сорт у нас уже здесь другой то есть вне зависимости от сорта там был редскарлет здесь был эльмунда что было на варианте там где применялся унифон дозировки полтора литра мы видим что поражение фитофтороза составило 75% то бишь это 20% вот это вот разница двухнедельная разница в развитии фитофтороза и пошли дальше сделали третий вариант то есть как бы обработка делянки униформом плюс было 4 фунгицидных обработок и на август месяц в 2017 году у нас было сильное поражение фитофторозом в принципе по всей Московской области фитофтороз был как получается стеблевой формы так и листовой и соответственно мы видим что у нас поражение фитофторозом составило всего 10% почему оно все-таки составило 10% потому что естественный иммунитет картофеля уже снижался это август месяц то есть картофель уже готовился как раз таки отойти можно так сказать к созреванию подойти и если посмотреть примеры пример приведен у нас в Турал это Свердловская область то есть это 20-й год когда мы закладывали это сортер-эскали посмотреть как выглядит урожайность на контроле как выглядит урожайность на делянке где был применен продукт униформ видимо во-первых разница достаточно большая разница в урожайности 25 тонн 32 тонны с гектар это достаточно много но почему еще хотелось бы здесь на чем остановиться то есть посмотрите на униформе то есть у нас достаточно хорошая выровненность продуктов и достаточно большая закладка при использовании продукта униформ для семян то есть мы с вами можем использовать десекацию вовремя отглядить получается выход именно семенной фракции которая необходима и провести десекацию то есть за счет этого мы получим достаточно большой процент выхода именно семенной фракции За счет ее более лучшей выровенности, за счет более лучшей закладки клубней в гнезде. За счет этого мы рекомендуем как раз применять продукт униформ на семенах. Вот. Поэтому, коллеги, у меня все, что я хотел задать. И хотелось бы, может быть, ответить на ваши вопросы, которые у нас поступили в чат. Давайте посмотрим. Есть вопрос, как бороться с сорняками в засушливых условиях при их позднем проявлении. Спасибо за вопрос. Вопрос интересный. Скажу так, то есть мы при позднем появлении у нас у многих действующих веществ, получается, идет ограничение. То есть они ограничиваются при росте ботвы там 10-15 сантиметров, дальше они вызывают токсичность. Та смесь, про которую я сегодня не говорил, то есть смесь препарата боксер плюс ремсульфурон, она будет относительно мягкой, то есть сам препарат боксер, он относительно мягкий к культуре, то есть он не вызывает ретардантного эффекта, он не вызывает задержки в вегетации, не вызывает угнетение у культуры. И, соответственно, его как раз таки можно позиционировать на более позднюю обработку. Тогда, когда в начале вегетации, к примеру, у нас нет сорняков, а чуть попозже они появились, тогда мы можем рекомендовать данную смесь боксер 1.7 плюс ремсульфурон 30 грамм. И обязательно добавляем прилипатель для повышения эффективности работы ремсульфурона. Вот за счет этого мы можем, соответственно, отработать в более поздних условиях. Коллеги, может быть, еще есть какие-то вопросы? Я постараюсь на них ответить. Если вопросов не будет, то я, наверное, задам свой вопрос для того, чтобы выявить победителя. Давайте... Сереж, там есть вопрос по поводу вайбранстопа. Если применять вайбранстоп в систему защиты, то устраиваем еще одну фунгицидную обработку в начале роста картофеля. Да, все правильно. Юниформ – это тот единственный препарат, который позволяет нам убрать одну фунгицидную обработку. Вайбранстоп не действует на фитофтороз никак, поэтому для контроля первичной инфекции мы возвращаем обработку Шерланом. У Сергея на схеме это все было четко показано. Спасибо, Света, я хотел ответить на этот вопрос. Я понимаю, это было еще ближе, потому что это был вайбранстоп. Спасибо большое. Если вопросов больше нет, давайте я, наверное, задам свой вопрос. Сегодня вы видели различные варианты, различные схемы, которые рекомендует компания Сингента для борьбы с фитофторозом и эльтернариозом. И хотелось бы узнать, знаете ли вы, какое количество продуктов, фунгицидов есть у компании Сингента для борьбы с фитофторозом? Какое количество фунгицидов для борьбы с фитофторозом есть у компании Сингента? Варианты ответа, пожалуйста, пишите в чат, потому что это интересно, как вы сегодня видели и слышали, у Сингента есть большое количество фунгицидов. В этом году в сезоне вышло две новинки от Carioflex и Redamil Gold Air. Мы скажем, когда мы будем про них рассказывать в конце нашего вебинара. Поэтому давайте послушаем. На текущий момент не вижу ответов. Может быть, кто-то уже ответил. И именно, коллеги, не всех фунгицидов, а именно фунгицидов, которые зарегистрированы против фитофтороза. Потому что это немаловажно, так как у нас в компании есть еще фунгициды, которые зарегистрированы против фальтернериоза. Есть фунгициды, которые зарегистрированы для применения непосредственно в почву. Меня интересуют именно для защиты от фитофтороза фунгициды. Поэтому пока правильных ответов нет, все еще ждем. Вопрос на самом деле с такой небольшой подговоркой, потому что здесь, мне кажется, нужно вспомнить, когда мы были в последний раз на семинаре, когда мы проговаривали, какое количество вообще есть наших фунгицидов. Либо зайти на сайт и посмотреть, если это у кого-то быстро получится, почитать, сколько же их на самом деле. Скажу так, их немало. И используя их, мы можем построить различные варианты схемы защиты. Как, скажем, более дешевый вариант, как более, скажем, дорогой вариант, либо как более эффективный вариант, да, то есть как комплексный вариант, потому что я имею в виду, это защита от фитофтороза, альтеролиоза и частичное сдерживание антрохноза. И также мы можем использовать различные варианты для полива, например, для тех хозяйств, у которых есть полив, то есть используя там наши фунгициды, мы также можем эту систему защиты, соответственно, проработать. И она будет показывать очень высокие эффективности. Коллеги, пока не вижу ваших ответов. Я думаю, они должны появиться. Поэтому пока правильных ответов нет. Я тогда предлагаю, у нас появился все-таки правильный ответ, да, то есть как бы это правильный ответ назвал Денис Юрьевич. Денис Юрьевич, свяжитесь, пожалуйста, с представителем компании, в которой контакты были выведены на экраны. Правильный ответ – это 7 продуктов для контроля именно фунгицидов, для контроля фитофтороза. 7 полярных фунгицидов, если интересно, могу все перечислить. Коллеги, хотелось бы еще обозначить одну очень интересную тему, которая у нас стартовала уже в этом сезоне, в сезоне 2022 года. Это программа Агриклайл. Что все-таки такое Агриклайм? Агриклайм – это защита ваших инвестиций от погодных рисков. Это не страховка, да, в полном понимании, это не страховка урожая, в полном понимании его слова, то есть те страховки, которые применяют банк. Это гарантия, которая основывается только на погодных рисках. Что касается картофеля, да, то есть Агриклайм у нас распространен на нескольких культурах, сейчас мы проговарим, что относится к картофелю. Что касается картофеля, то выбран как раз-таки погодный риск засуха. Как производится вообще работа данной программы Агриклайм? То есть в Агриклайме система позволяет, получается, отследить осадки, засуху, температуру за последние 20 лет. Используя международный провайдером данных Метеорблю, мы можем отследить любые погодные условия в ваших конкретных условиях. То есть используя квадраты 20 на 20 километров по всей России, у нас есть данные, то есть какие погодные условия складываются в конкретных хозяйствах. И на основании этих данных мы фиксируем, получается, развитие засухи, либо, получается, для других культур это избыточные дожди. Что касается засухи, да, то есть как бы как это все происходит, как работает Агриклайм. То есть Агриклайм фиксирует количество осадков, которое должно быть на вашей территории, то есть на вашем конкретном поле в сезон. К примеру, то есть у вас на текущем поле, где вы выбираете, получается, страховку Агриклайм, должно быть, грубо говоря, 100 миллиметров остатка. Если у нас с вами выпало сезон, чуть дальше мы поговорим, какие там сезоны есть, какие периоды за период, меньше 100 миллиметров остатка, то Агриклайм, используя эти данные, апрабатываем все это дело в автоматическом режиме, и за каждый не выпавший миллиметр осадка производится фиксированная выплата. Тем самым вы можете, вне зависимости от того, получен у вас урожай, не получен урожай, получать выплаты до 35% от закупленных продуктов компании Сингента. Данные, хотелось бы поделиться первыми результатами 2021 года. Что мы видим, программа работала по всей территории России, в том числе для клиентов Урала и Сибири и Дальнего Востока. В данных территориях, в программе Агриклайма на различных культурах у нас принимало участие больше 110 хозяйств. В этом году погода, как вы знаете, были различные метео, скажем, катаклизмы. Где-то гидрометцентр фиксировал повышение температуры до 40 градусов и выше. Где-то было зафиксирование застуки, например, и высоких температур, как, например, на Урале в этом году. Там, где влаги выпало всего 20-30% от месячной нормы. То есть, вот такие вот условия были зафиксированы. И те клиенты, которые попали в программу Агриклайм, то есть, как бы, они получили в этом году достаточно неплохие выплаты. То есть, как бы, выплаты получили у нас практически 180, ну, практически 200 хозяйств. И из 260-256, которые участвовали в этой программе в этом сезоне, выплата составила более 130 миллионов рублей. Так, в чем же в итоге заключается эта выплата? В чем же заключается сама программа Агриклайм, про которую я сейчас вам рассказываю? Программа Агриклайм на картофеле заключается в том, чтобы вы, покупая продукты компании Сингента, которые представлены перед вами, то есть, как бы, это протравители, инсектициды, гербициды, фунгициды и удобрение из опион, получали выплату до 35% при наступлении риска. Риск выбран – это засуха, как я уже вам сегодня сказал. Есть два нюанса. То есть, первый нюанс – это для хозяйств, у которых оборот небольшой, да, у которых, которые ограничены по площадям картофеля, то есть, у которых оборот 3-6 миллионов был в прошлом году, то для участия в этой программе нам необходим рост 20%. И хозяйств, у которых площадь возделывания картофеля выше, и оборот больше 6 миллионов был в прошлом году, то рост необходим для участия в этой программе на 10%. Есть периоды риска. Есть три периода риска, которые вы можете выбрать, то есть, как бы, это с 1 июня по 1 июля, с 15 июня по 15 июля, и с 1 июля по 1 августа. Я думаю, вот эти три периода риска, они максимально подходят под наши территориальные особенности, то есть, как бы, это Урала, Сибири, Дальнего Востока. Выбирая эти риски, эти периоды, вы выбираете поле, выбираете сами поле, вам предоставляются данные, сколько за 20 лет на этом поле раз было сдастуха, то есть, вы сами выбираете, какое поле вы хотите застраховать. Вот, все это дело происходит в автоматическом режиме. У компании Сингент, у программы рекламы нет, получается, каких-то подводных камней в плане того, что получены, как, скажем так, в других страховых компаниях, если вы получили урожай, то вам не уплачивается, здесь этого нет. То есть, если у вас настал страховой случай по засухе, то есть, вы не добрали по миллиметру посадков, то есть, у нас наступает страховой случай, и происходит выплата до 35% от счет фактур, без НДС, на которую вы приобрели непосредственно данные продукты. Есть другой вариант получения продукта Агриклайн на картофель, это через программу участия Агробонус, то есть, мы можем за счет баллов Агробонуса купить минимальную площадь покрытия, то есть, 50 гектар, и это будет вам стоить 25 баллов Агробонуса, и вы можете участвовать непосредственно в данной программе Агриклайн. Программа достаточно интересная, в этом году для картофеля ее доработали, то есть, и, мне кажется, она будет в этом году востребована, потому что те защиты, и именно защита инвестиций, мы все понимаем, что средства защиты растений, как уже сегодня Дмитрий говорил, все время дорожают и дорожают, то есть, программа Агриклайн дает вам возможности застраховать как раз-таки вот эти погодные условия, вне зависимости от того, получили, не получили, соответственно, вы урожай, и сэкономить те инвестиции, если у вас не получилось недополучение урожая за счет из-за погодных рисков. На этом по Агриклайму я хотел бы закончить и сказать вам, пригласить вас на вебинар, который состоится 15 декабря, это всероссийский вебинар по картофелю, который будет проводить компания Сингента, сегодня мы с вами проводили вебинар как раз только для территории Урала, Сибири, Дальнего Востока, здесь мы будем проводить вебинар уже для всей территории России, у нас будут более подробно раскрываться немножко другие темы, здесь как раз-таки мы более подробно расскажем за наш новый фунгицид Carial Flex, который появился в сезоне 2021 года, но многие еще его не применяли, и покажем результат, как Светлана сказала, Vibrance Stop, потому что эти данные есть, данные на самом деле очень интересные, поэтому призываю вас следить за новостями и подключаться 15 декабря к нашему вебинару. На этом спасибо большое за внимание, всех были рады видеть в нашем вебинаре, и, соответственно, на этом прощаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!